В 2021 году бывший тренер и бессменный руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» сложил свои полномочия. Точнее, ему пришлось. К клубу, где готовили детей в армию, начались вопросы со стороны администрации. Тогда мужчину обвинили в растрате бюджетных средств. Напомним, уголовное дело возбудили из-за незаконного начисления зарплаты одному из инструкторов клуба. Еще одной причиной стало невыполнение муниципального задания по посещаемости детей, а также добровольная родительская плата, которая шла якобы мимо кассы. Несколько лет назад наша съемочная группа уже встречалась с тренером. Мужчина пояснил, чужого не брал. На эти деньги клуб и существовал. Потому что бюджетных хватало лишь на оплату зарплат и коммунальных расходов центра. То, что касается зарплаты сотруднику, этот факт, по его мнению, недоразумение, в котором не разобрались. Короче, он больничный лист не привез, а за меня в это время оставали методисты, оставались за директора. И, в общем, начислили ему как зарплату. Он там 15 тысяч. Я думал, по электронке придет, но не пришел. Все пришло через кассу комитета, бухгалтерию, бухгалтерию. У нас столько денег набегало, по 350 тысяч в год. Не бюджетный, насчет этого жили. Я же не в карман себе вложил. Договора по жертву, они все есть у нас. Суд первой инстанции в Славгороде вынес обвинительный приговор. Затем апелляция в Барнауле и касация в Кемерове. Без изменений. Все это время пожилой мужчина был под подпиской о невыезде. Однако в начале осени Фемида все же встала на его сторону. Ну, что, Зерховный суд оправдал и право на реабилитацию. Отменил решение полностью местного суда апелляционного в Барнауле и апелляционного в Кемерове. Чувство, конечно, не очень хорошее, нашу справедливую. Ну, в конце концов, просто заставало. Но еще чувство, это второй момент, немаловажно это для меня. То, что крупно развалился наш центр патриотический. Валерий Сычев более 30 лет посвятил патриотическому клубу. На момент случившегося до пенсии ему оставалось всего несколько месяцев. Оправдательный приговор на руки пока не получил. Но уже в ближайшее время собирается вернуться в Славгород. Только на этот раз в роли истца, а не ответчика. Мария Костолева, День с толком.